всем привет у большинства возникает вопрос вроде бы я ничего не качаю а диск c переполняется один из виновников это unreal потому что он добавляет вообще на ваш диск те ассеты которые вы обильно скачивается для своего проекта в данном случае вот у меня которые есть вот эти ассета занимает на диске сейчас 23 гигабайта то есть у меня переполнился диска c и я такой вроде все почистил все что необходимо было от операционной системы обновления дальнейшем там какие-то программы лишь не удалил но все равно не столько осталось сколько должно было быть и вот действительно у анрила 23 гигабайта сейчас занята именно на диске c во первых заходим лаунчер здесь есть у нас параметры и внизу изменить пусть для путь для кэша хранилища нажимаем здесь вы видите что каталог где находится вот этот кэш это на диске c вы можете его изменить на любой другой диск который у вас свободен либо для того чтобы там хранить всякие ненужные темп пайлы или темп папочки как раз таки берем копируем давайте windows е открывается проводник я вставлю сюда и мы здесь пройдем вот вот это все что я накачал как раз таки как там у нас показывала занимает 22 и 7 гигабайта но там 22 и 8 пишет но это нормально то есть вот это все в кэше по сути вы можете его прямо сейчас взять и удалить допустим в корзину либо с помощью нажатия shift-delete удалить вообще и минуя корзину принципе это мне сейчас вообще не нужно я использую для какого-то проекта и в дальнейшем он мне не нужен но анрил хранит их для того чтобы других проектах если вы хотите это же ассет добавить он просто не к не скачивает его с интернета а добавляет его из папки давайте я это удалю просто безвозвратно удалить да но если вам эти все-таки ассеты нужны и хотите освободить диск c вы меняете вашу папочку которая вот здесь находится просто нажимаете указать выбираете ваш компьютера да и выбирайте диск c допустимой диск другой диск где вы хотите нажимаете папочку темп какой-нибудь давайте папочку темп и и здесь создаем и делаем выбор папки почему-то он у меня вот все выбрал и теперь в этой папочки будет кэш хранится и особо не будет заполнять диск c ok далее есть еще нюансик если у вас проекта находится на диске c допустим где-то в моих документах и так далее вы ими особо не пользуетесь вот допустим есть какой-то проект но у меня на диске c практически нету проектов они у меня всегда на других дисках находится но не исключая такой вариант что у вас на диске c вы можете смотрите показать в папочке нажимаете правый кайшей и здесь вот если даже этот проект посмотреть свойства занимает 6 гигабайт то есть ну 6 гигабайт на диск c это прям жесть слишком много здесь имеются некоторые папочки которые нам по сути не нужны если вы не пользуетесь проектом еще раз напоминаю то есть есть те папки которые по сути можно удалить но при открытии проекта они заново создастся и забилдится как говорится все это но это место занимает но в данном случае это 22 мегабайта конечно здесь проект не особо интересен давайте попробуем другой проект здесь вот тоже есть 999 мегабайт но это не те проекты которые хотелось бы показать но окей давайте я на своем проекте покажем так сейчас смотрите здесь у нас есть вот допустим вот эти папочки и они уже занимают у нас сейчас размер посчитает 20 гигабайт но поверьте да для рабочего проекта 20 гигабайт это нормально но если вы ими не пользуетесь то вот это можно по сути почистить то есть вы удаляете их и все остальные если вы используете допустим тот же самый си плюс плюс и так далее здесь у вас есть также папочки source binaries build короче ну дата тейбл и вот эти нежелательно очищать то есть и допустим плагины да то есть вот они у вас вот вот эти папочки необходимы обязательно вот я выделил их сейчас но естественно вот эти файлы которые вам необходимы то есть если вы используете си плюс плюс а вот эти папочки дэрил кэш дата кэш интермидейт сэйвит вот их по сути можно удалить то есть они занимают у вас ненужное место так и вроде бы все но также кстати вы для какого-то проекта давайте попробуем открыть быстренько проектик примерно вот этот проект проект открылся и мы здесь заходим edit preference то есть те папочки которые я вам показывал я уже закрыл папочку не важно здесь есть по поиску кэш да есть global local так где он что-то global local ddc паф да и global shared ddc паф здесь тоже самое этот кэш который можно указать определенные места это глобальный то есть допустим вы хотите хранить то же самое они хранятся где у вас находится проект но и вы можете указать тоже папочку ту же самую темп который принципе накидывать но можно и здесь написать project допустим и здесь у вас все проекты будет кидать и хранить кэш но это уже такая глобальная настройка которые большинство особо не будет нужно ну давайте она пусть в этой же папочки то есть настраиваете но и отдельно для это глобальные то есть для всего движка но и здесь есть также чисто для проекта то есть вы можете указать чисто для проекта какого-то папочку и там будет храниться а на этом все думаю это видео было особо и особо полезно все таки место занимает на диске c до скорой встречи всем пока